Прекрасная далёка 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 От чистого из города, в прекрасное далеко. В прекрасное далеко я начинаю путь. Родился я в 1949 году, 13 января. Зовут меня Владимир Павлович Ермилкин. Родился я в городе Кулыбышеве, теперешней Самары. Родился здесь, в Зубчининовке. Родители, вернее, даже, наверное, дед с бабушкой моей переехали сюда где-то в 14-м, наверное, году. Зубчининовка в 910-м начала строиться. Они где-то были, можно сказать, зажиточные корестьяне. И чтобы не попасть под Роскулачивание, из Красного Армейского района переехали сюда. То есть новый поселок организовывался. Дед, дядь Петя, дед Петя, вот что у меня, помните его, огромная кладистая борода, черная, волос седые, сильный, крупный мужчина. Постоянно, я помню, с детства. С детства, потому что играли вместе, он со мной постоянно был. Помню, как они строили дом свой здесь, на Зубчининовке. Вот ему постоянно около него было, то есть вечно чему-то он меня учил. Наверное, вот от него и пошла вот эта любовь к строительству, ко всему, сделанному своими руками. Помню, зима, вот зима, когда, или мы тогда были маленькие, казались, снега большие-большие, сугробы. И вот он возил меня на санках, по дороге, по улице. То есть больше, наверное, я проводил время с дедом, чем с отцом. Отец, Павел Петрович, ну, работали они. Вначале он был начальником на заводе. То есть был постоянно занят. Мать, Елена Петровна, работала бухгалтером. Тоже приходило поздно. И в основном детство у меня проходило с дедом, с бабушкой и с сестрой. Сестра старше меня, на год семь месяцев. Тамара звать. Двоюрных было много, сестер. Брат всего один. Из всего рода, во сколько, много-много сестер двоюрных. И один брат был всего. Ну, вот он намного младше меня был. То есть в детстве практически его не было. То есть когда уж подрос он, потом уже был. А так, в основном, сестра, родная сестра, дед, бабушка. Ну, отец, в общем-то, выпивал. Выпивал и рассматривал. Расходились, сходились, и потом мы вынуждены завербоваться, уехать. Уехали в Сибирь, Красноярский край, вот это. Осиевский район. Это был 56-й год. Там я пошел в школу. В первый класс. Вот от Сибири. Вот Сибирь мне помнится вот хорошо, прекрасно помню. Может, оттуда и интерес. Вот к пейзажу пошел. Картинка. То есть такие леса. Высокие, мощные леса. Речка. Речка. Вот в одном поселке, я помню, как он назывался. Маслеево. Там была широкая река, большая. Даже не помню, как она называется. Ну, по крайней мере, судоходная. Какие-то там входили барши, кораблики какие-то. И вот там вот. Летом как раз вот проводили все лето на этой реке. Вот там и научился плавать. Научился плавать. И то, как научился плавать. Помню, пришли мы на речку. Ну, как ребятня обычно. Кусок какой-то хлеба, что-то там. Горбушку с чем-то там. Жевали, кушали. Ну, обычно, как ребятишки там бегали обычно с кусками, с хлебом. Все так. Пришли на речку. А речка, буря, по ней сплавляли бревна. То есть, не плотами, а так, самотеком они шли. И я встал на это бревно с каким-то другом, товарищем. Ну, и незаметно вроде бревно поплаву, поплаву, поплаву от берега дальше, дальше. Уже довольно-таки большое расстояние. Ну, и делать нечего было. Пришлось прыгать в воду. И так вот научился плавать. Он до берега самостоятельно доплыл. То есть, вот это вот лето постоянно проходило вот на этой речке. Затем из этой поселка переехали в следующий. Переехали в следующий. Машуковка называлась. Там она более меньше деревни была. Но там были большие горы. Большие горы. Вот постоянно мы в детстве с ребятишками. Зимой вот собирались кучей. Были сани такие для объезжения жеребят коней мордых. И вот собиралась группа человек 15-20. На эти сани садились и по этим горам катались. Съезжали туда вниз до речки. Но речка была уже, конечно, маленькая. Не такая, как в первом поселке. Я даже не помню название. Летом там было очень красиво. Там же речка такая небольшая, не широкая. Где-то там заросшие в кустах. В общем, красиво было. А где был мост, там она была аж пошире. И какая-то песчаная. И там уже купались с ребятишками постоянно. Ходили постоянно в лес. Там за грибами. За ягодой. Там первый раз увидел медведя. Небольшого. Как раз ходили за малиной. С бабушкой. Там бабушка была, правда, вторая. То есть не матерная мать, а ее сестра. Вот она ездила с нами, потому что матеря работала. А мы маленькие. Вот с нами ездила бабушка. Вот ходили за ягоды в тайгу. В малинник зашли. Собирали малину. И тут появился медведь. Тоже, видать, хотя в малинки что. Ну, постояли, помолчали, поглядели друг на друга. Как-то мирно разошлись. Помню, что это. Висяк это. Вот это было первое впечатление. Вот такое. От тайги. От леса. И летом вот это ужасное вот это вот маскарабура в лесу. То есть ходили, постоянно в лес ходили на комарник, так называемый. На комарник вот этот из конского волоса. Сеточка. Делалось на голову. Типа платка. Иначе там в лесу нельзя было. В поселке как-то не было, да. Раздувало или что. И здесь вот как раз, вот уже во втором поселке, вот это в Машуковке. В Машуковке я уже был во втором классе. Вот тут я как раз познакомился с местным художником. Стал к нему ходить заниматься. Помню вот первое занятие на Тюрморте, как он ставил. Объяснял. Это вот сейчас уж помните, что я там говорил про перспективу, про построение, про конструкцию. Тогда все это не доходило. Но тем не менее, пытался, старался. Объяснял. Что-то, наверное, получалось. Прозанимался я где-то, наверное, месяц-полтора-два. Тут по весне, третья четверть закончилась по весне. Пришлось вернуться сюда опять, в Куйбышев. Потому что у сестры какая-то болячка барана на суть, что-то не знаю. Что-то, ну, в общем, велели поменять климат, вернуться назад. Приехали сюда уже. Приехали сюда. Опять в Зубчининовку. И как раз все, может, это, и деду уже было плохо. У него был рак. И как раз где-то мы весной приехали. После третьей четверти, да. А где-то в августе дедушки уже не встал. Деда не стара. Тут, вроде бы, мать с отцом опять, вроде бы, сошлись. Старом вроде нормально. Перешли. Перешли в этот дом. На Октябрьской, вот здесь. На улице Октябрьской. Еще старый дом первый. Здесь. Ну, в общем-то, особых никаких впечатлений. Это и не было, не помню. Я со старого. От детства ходил в школу. Учился. Какая обстановка криминальная была в школе? Да нет, ну, тогда же не было такого понятия, как сейчас вот это. Никто никого не обижал. Насколько я помню. Наоборот, как-то старшие помогали, защищали. Обстановка была совсем другая. Не то, что вот сейчас вот смотришь, сам уж сколько педагога проработал. И общего образовательного был, когда в 22-й музыкальный преподавал. Нет, дети были другие. И другое понятие, наверное, было. Не было вот, чтобы драк, обид каких-то там. Ни за что. Никто не отнимал. Ни копейки, ничего не то, что как вот сейчас. Нет, я сколько помню себя. Не было никаких ни драк, ни обид на кого-то. Ну и дальше после школы как у вас? Вообще как падалась жизнь? Как у вас с живописью здесь вообще не привешло? Ну, здесь вот, когда сюда приехал, как-то ни студии, ничего. Тогда, если мало было, уже все. Помню, где-то в 63-м году, по весне, я все просил, я говорю, мам, где-то там, может, школа, где студия есть, может. Как-то все, она не в курсе была, сам что-то не нашел. А потом появилось объявление где-то в 63-м году, по весне, что здесь у нас в Куйбышеве есть художественная школа на улице Буяна. И объявляет прием. Школа открылась в декабре 61-м года. В 63-м году я поехал поступать в эту школу. Уже был довольно-таки в седьмом классе уже был. То есть уже был. Взрослый довольно-таки. В школу было на Буяново. Где-то надо было на электричке полчаса ехать. Полчаса на электричке, там от вокзала, там минут 10 ходьбы. То есть вот поступил в эту художественную школу. Поступил в художественную школу, а тут вот уже познакомился с художниками настоящими. Помню, школа только, собственно говоря, открывалась. Два года всего. Полный набор еще не было. Попал я заниматься Горинговой Валентином Семеновым. Это была первая моя учительница. Профессиональная. По изобразительному искусству. А потом как-то делали какой-то период, когда там разделение было. Был рисунок, живопись, композиция. Ну, вел один педагог вначале. Вот как раз Горинова. А вот когда-то ввели множество. Каждый предмет стал вести другой педагог. Вот я познакомился с Писедином. Он рисунок вел. Кондратьев был. Вот этот вот первый педагоги, учителя. И прекрасно помню Григорий Федорович Зингер. Это директор школы. Он замечательный человек. Фронтовик. Да, он фронтовик. Он моряк. Учился он в Харьковском художественном институте. Тут началась война. Он не закончил. Этот институт ушел на фронт. Да, воевал он. Он тоже с 14-го года рождения. Ну, как мой отец тоже, в 1914-го года рождения. Мой отец-то не попал на войну, потому что он был на заводе. Даже не то, что он... Как он попал отец сюда, в Самару. То есть он откуда-то родом с Украины. А вот когда эти заводы военные эвакуировались в Москву, сюда вон, в Куйбыш. И вот он как раз с этими заводами приехал сюда. Тут познакомились с матерью, сошлись. То есть на войне он не был. У него бро... бронь, можно сказать. Что он от завода. Ну, тут вот переключились. Начали про Григория Фимовича. То есть вот... Директор школы вот хорошо запомнил его. Он уже в годах был тогда. С черными усами. Еще талант крепкий мужчина. Может, даже в какой-то степени благодаря ему-то и в школу приняли. Потому что так-то по возрасту уже был взрослым. 14 лет. Ну, тем не менее, отучился я три года в этой школе художественной. Вот помните мне в самом лучшем, наверное, тот пленэр. То есть после окончания каждого года, июнь месяц, это был пленэр. То есть работа на воздухе, то есть выезд. Выезд куда-то за город. Вот это вот наиболее, наверное, запоминающее. То есть не то, что сидишь в мастерской, а это где-то и пописать можно, и порисовать, и побегать, и сама природа. То есть вот в этом плане он наиболее помнится хорошо. А в пленэр проходил? В пленэр? Ну, где-то в загородный парк был. Потом уезжали куда-то еще дальше. Сейчас уже не помню, но как-то маленький. Когда было попроще, договаривались там с автобусами, с троллейбусами, куда-то отвозили. Вот не помню сейчас куда, но в основном загородный парк был, а это еще дальше. Отучился я три года. Три года в этой школе отучился, закончил десятилетку. Тогда же 10 лет было образование. И поехал в Пензе. Пензе в художественном училище Минсавицкого. Поехал поступать. Это был 1966 год. В 1966 году поступил в Пензе в художественное училище. Директор Бурарима Васильевна. Вот женщина, помню, прелетная женщина, как человек. Такой, ну, правда она не художник. Вот что интересно. Она была не художник. А так вот были, еще оставались, кого мог застать? Валуев, вот этот самый такой ученик Горочкина, Саракоподова. Худяков, из старых Северин. Вот эти вот, можно сказать, с именем художники. Все они работали вместе с Горочкиным. Открывал училище Савицкий сам. А потом работал Горочкин Саракоподов. И вот этот вот, многие общеники его застали. А потом, тогда как раз же был переход, что я в школе помню, вот это, они теперь переходили на 11 класс. Программу начинали, что 11 лет кончать. Потом поменяли на 10 лет опять. И здесь то же самое, вот эти вот, те годы, как раз при Хрущеве. Начинали, пятилетнее обучение было в училище. Потом сократил он. Так, а на чем? Я не помню, на чем стояли. Ну, профессиональные художники преподавали, с именем. Ну, да, 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 бывшие ученики. Горочкина Саракоподова. Значит, первый, первый год обучения, помню, занимались мы акварелью, первый год. И был у нас пожилпси Комаров. Комаров, родом из Ульяновска, тоже учился. Когда-то он в детстве, говорят, занимался, ходил к Пласту, то есть, тоже какой-то. Комаров у вас преподавал? Да, 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 и он... Комаров известный художник. Ну, может, он не тот. Очень интересно, уже имена все перепутались. Ну, правильно, что прошу? Ну, тем не менее, первый год акварелью, как-то все это связано со школой, все вроде. А потом уже переход на масло. Пошел переход на масло. Здесь уже стало интереснее. Да, это вот, ну, пробовал, ну, как чисто по-детски там. Конкретно не знал, как там грунтовать, холсты, как что, натягивать, обтягивать. Тут уже профессионально уже научили, объяснили, и пошла работа маслом. Вот это уже было интересно. Было уже интересно, новое. Работал с увлечением. Занимались каждый день, каждый день, кроме день, кроме воскресенья, ну, чего удобно было. Наш училище там раньше было вечернее отделение. То есть там можно было работать часов до 11. Свободно, если свободно, мастерские где-то есть. То есть можно было ходить, заниматься до самого вечера. Потому что обычно, как живешь на квартире, а как квартиры художников берут, обычно кто? Те, кто гуляет сам, хорошие семьи, конечно, не возьму квартирант, художник, который работает маслом, с холстами, с красками. И поэтому, чтобы дома на квартире не смотреть гулянки, работали в училище в основном. Проводили все вечера в училище. Нравились мне там пленеры. Тоже пленеры. Выезды были в деревне. Жили там обычно где-то при школе. Когда дети-то на лето уезжают в школе или где-то в интернате в каком-то месяц, месяц был пленеры. Вот это было самое хорошее время. Вставали рано. Всегда с утра, с утра буро всегда в начале постановка какая-то там. Писали портрет. Два-три часа, да? А потом уже собирались группками по два-три человека и расходились. Там речка и лес и все было. То есть уже конкретно какое-то свое делали свои работы. Уже более без педагогов, без ничего. А вечером, когда приходили педагоги, то есть проверяли, смотрели, что там сделали сзади. Ну а вечером всегда приходили педагоги, они жили через дорогу отдельно в домике где-то. Приходили, проверяли задания. То, что мы выполнили сзади. Это должно быть два-три этюда, какие-то зарисовки. то есть а потом вечер. Вечер свободный. Тут уже гуляли, отдыхали. утром опять каждое утро постановка, портрет и опять то же самое работа в течение месяца. так вот прошел. незаметно прошли годы учебы. Закончил училище в 71-м году. И тогда же раньше было как-то после окончания было направление, то есть распределение. Заканчивал живописто-педагогическое отделение, собственно говоря, получал диплом педагога рисования, черчения. и было направление куда-то по тогда по союзу же могли. Значит, тогда было направление по окончанию училища художественного давалось направление куда-то по союзу. Ну, как раз получилось так, что из Курбышева с 24-го завода, завод Фронзе, приезжал начальник бюро эстетики. Вот он набирал себе вот эту группу ребят, которые закончили училище. И то, чтобы никуда не ехать в другой какой-то город, вот мы поехали. Четыре человека из Курбышева пришли сюда на завод имени Фронзе. работать в бюро эстетики. Начальник бюро эстетики был Ерыгин Василий Иванович. Вот он нас забрал к себе. Началась работа, ну, можно сказать, не по специальности все оформители. Ну, где-то нужно было отработать три года, где-то через год примерно. Возле завода строили, ставили памятник, памятник Фронзе, завод имени Иога. И вот при сооружении, при раскладке, там разметке, то есть я принимал участие в этом проекте. И первый раз вот в трудовой записали благодарность, выдано 50 рублей премии за активную участие в сооружении памятника Фронзе около завода. Ну, год отработал, ну, завод он есть завод, это не для художника. И со скандарами, с угрозой статьи уволился. Потому что вызывал главный конструктор, вызывал, объяснял, говорил, ну, даже на отработе вернуть, как вы заставить человека, если нет желания ходить и этим заниматься, может, душа не к этому лежит. Ну, тем не менее, поговорили, поговорили, рассудили, да, действительно, смысла нет держать, на заводе, если человек хочет заниматься другим делом. Ушел, ушел с завода и собирался поступать, ехать в Москву. Тоже, был жиранин продолжат. Дальше образование. Было стремление попасть в Москву. Ну, а то, пенинская жизнь, студенческая, голодная, к чему-то научил, но хотел, проще говоря, заработать деньги. Заработать деньги и собрали бригаду, где-то из трех человек. И работали по районам. По районам, по колхозам, совхозам, то есть, делали оформление. проработать. Раньше же было, как компартия Вильяра, был отдел агитации и пропаганды. Председатели просто-напросто заставляли оформлять наглядную агитацию, правление, кархозы. Проработал где-то год приехал. Где-то на восьмом к празднику, да, приехал сюда домой на праздник. Это был 74-й год. Март месяц. И тут произошел в общем небольшое ЧП. Попал под машину. Сбил машину на 390 здесь у нас. Ну и попал в больницу. В больнице пришлось чуть ли не два года, но год с лишним это вообще не вставай. Был весь в гипсе там куча операций. И аппарат Элизарова дважды накладывали, и это все. Ну, короче... Москва накрылась. Москва накрылась, да. Накрылась и навсегда. Это... Да, где-то в 76-м году уже тут более-менее начал ходить нормально. Тоже как раз весна, причем все время в марте что-то происходит. и тут в марте как раз пришел товарищ вместе в пензе учились. Он работал в художественной школе. в первой художественной школе. Вот на Буяна он уходил. Вот он пришел и предложил. Ну, я ухожу. Вот педагогом тебя сейчас пока вот особо дергаться-то некуда после больницы. Вот я пошел вот так с 76-го года преподаю в этих школах. в этой же школе учился. Опять принимал меня Григорий Фимович Зингер уже в качестве педагога. То тогда экзамены сдавали рисунок желудочного композиции. А сейчас у него манера такая появилась там. Вот он кого принимает из педагога. Вот обязательно вы работки свои привезите, покажите. Вот такой маленький просмотр. То есть второй раз поступил в художественную школу. Уже я первый раз стал выставляться на выставках профессиональных художников. Областные, городские. Тут я работал акварелью. То есть графика, акварель. в 82-м году была групповая выставка и где-то в этом году поступил, не то что поступил, а стал членом молодежного объединения при союзе художников. Тут уже познакомился с местными художниками, профессиональными. работал в первой художественной школе где-то до 1985 года. В конце 1985 года на проспекте Кирова, где на заводском шоссе открывалась вторая художественная школа тоже по проекту по просьбе директора Зингера. В общем-то Зингер довольно-таки большой вклад внес в развитие вот этого художественного образования в Самаре. Потом вторую художественную школу организовал при его содействии художественного училища открылось. и сейчас первую школу тоже носит его имя Зингера. Вот при его со-10 открывалась вторая художественная школа заводской шоссе сорок. Вот я Загозкин Константин Васильевич вот мы первые педагоги которые пришли сюда и организовывали открывали эту школу потом потом в 85-м году она открылась как филиал она открывалась вначале как филиал художественной школы номер один потом был третий по счету потому что первый был на Старозагоре филиал художественной школы так сейчас и есть а потом с 86-го года этот филиал номер 3 стал самостоятельной школой номер 2 первый директор был Загозкин Константин Васильевич потом я стал заводщим школу потом в 90-е первым он ушел из директоров до 95-го года был директором второй художественной школы я проработал считая 10 лет почти 90-е 5-м году перешел сюда в Зубчининовку при 34-й школе здесь 22-я музыкальная школа там художественное отделение собственно говоря там был какой-то педагог женщины не помню уже как вызывать по сути дела пришлось заново открывать отделение стал руководителем художественного отделения до этого также выступал на выставках городских областных дальше больше как член молодежного объединения никуда не пошел может и просто и не было стремления а в 95-м году значит перешел в 22-ю музыкальную школу где проработал до 2009 года с 2009 года преподаю работаю в дом культуры в изостудии в изостудии вот за эти годы которые проработал в первой и второй школе было много очень много хороших способных учеников многие из них вот сейчас работают в первой художественной школе в декабре прошлого года было 50 лет и вот там как раз встречались собирались вот его там видел тоже в первой художественной школе струнили на лёси это как раз выпускники самого первого набора когда пришел в 1976 году был первый набор даже не первый набор он был после кулакова я заканчивал взял со второго класса конец второго класса 3 4 год два года струнили на лёси сейчас преподает в первой школе в четвертой школе ученики у нас их 4 художественных школ то есть в каждой школе бывшие ученики работают а высшее образование тот получил из учеников ваших вот из этих вот я знаю ребята архитектурные позаканчивали вот братья это Федотов они по-моему позже тебя нет вот они два брата один сейчас в Москве работает архитектор один здесь вот я одного я частенько вижу потому что у него тут теща недалеко от меня живет так что иногда проезжает на машине за герку то есть ну ребят много сейчас просто то что неожиданно так вот посмотреть там куча фотографий есть про из каждой школы бывшие ученики вот лучшие образования подшивал Андрей вот лучший лучший ученик это как раз вот мой первый самостоятельный набор был это был 78 год 70 как вы его первый раз увидели расскажите помните полный год его помню это где-то было около гардероба что-то я шел уходил или пришел что-то Григорий Ефимович тоже остановил сказал вот Владимир Павлович вот парнишка обратите внимание ему надо поступить сдать ботинки грязные были у него он с деревни приехал ну да да сам да видно такой ну вот свет далее свет ну парень до таких по-моему всего два было еще один здесь зубчаниновский наподобие это самый 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 такой Андрюшка самый любимый расскажите о нем как он у вас жил серотинушка ну было такое дело в том что парень кормить приходилось поить одевать обувать да что поить кормить обувать сам кушал молодец умница была то что жив он в интернете здесь у нас на магистрале и то что тоже папа наподобие моего наверное был хуже хуже ну вот поэтому как каникулы маленькие я имею ввиду не летние летние к сестре по-моему ездил а вот когда весенние там зимние какие-то каникулы был у меня на той мастерской помню там навес навесик был все занимался как типа турника сверху картинки лежали а тут был беспокойся не торг все предупреждал смотрю Андреюшу там на крючке сорвется голубая да так же ну парень очень хороший работящий трудолюбивый вот и наподобие наподобие здесь зубчининовский парнишка тоже вот уже здесь в этой 22 школе белов коля вот на чем-то похожи у вас и манера вот работы почерк такой вот помню как в детстве что ты работал как акварелька он вот что-то все время вас сравнил вот он тоже закончил наше училище и что-то пропал больше не появляется так заезжал раз два как сейчас чего с ним даже не знаю хотя интересно было бы узнать поступил он куда вроде собирался сколько ему сейчас лет ему сейчас где-то 28 8 молодой молодой да где-то лет 28 да тут ворит победе нужно к результату да ну тоже интересно так вот просто про ребенка как вот маленькие они сами не понимают сколько он бросал бросит а то что вот хорошо что это школа при общеобразовательной школе то есть обязательно где-то выловишь поговоришь школе надо тебе приходил приходил работа так закончил ну парень способен в детстве может неусидчивый а сейчас просто даже не знаю какого сложила судьба почему получил что тут и в дек астал работать в девятом девятом году собственно говоря по возрасту на пенсию 60 лет а до этого еще в седьмом году как раз тоже еще раз операция на ногу это имплантант отставили железку то есть далеко ездить уже не тяжело трудно ну и поэтому пришел сюда в ДК в ИЗА студия из маленькой комнатки сделали хорошее большое мастерство и здесь работаем небольшая группка 15 лет занимаемся работаем три раза в неделю ну ребята есть есть тоже хорошие способные ребята а так в общем в целом то в целом так в общем работа прошла педагогически то есть не столько сам выставлен в том последнее время что-то что-то вообще отошел от этих выставок так для себя работаешь дома пишешь делаешь для себя одно время продажи было хорошо сейчас сейчас тоже пока но в основном посвятил ученикам детям уже говорил многие многие ученики сейчас работают педагогами художественных школах архитекторов архитекторов очень много здесь вот в Зубчининовке даже пост сколько три человека три человека закончили архитектурный наш институт сейчас работает тоже по специальности одна рад дизайнер Садова ну тоже какая-то связь все-таки да а те архитекторы много очень много способных тарантливых даже сказать ребят вот ну самый-самый первый наверное это Андрюшка Подшиваров такой вот парнишка так вот что у нас не поделал Андрюшень сколько тут лет шестнадцать вот такой его работки с братишком да с братом это самый тарантливый самый способный из моих учеников то есть в основном посвятил себя педагогической деятельности может где-то сам полностью не раскрылся так и получилось то раз отмазка не пришлось не пришлось поступать куда-то поехать на очный институт но закончил в девяносто первом закончил заочный пединститут хунграф магнитогорский там познакомился со многими художниками Сибири Урау там же встретил некоторых товарищей по Пензе где в Пензе учились в художественном учили сейчас они на Урале магнитке то есть в основном в основном работа вся для детишек ради них для них то есть в общем какую-то свою мечту стремился воплотить передать детям что-то у себя что-то не получилось так что хотелось чтобы работали они и чтоб какая-то память о себе осталась в память этих ребят в память в память Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко, любовь, От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я ночи на любовь.